Здравствуйте гости и подписчики моего канала. С вами я Наталья Гелезудинова и канал Делимся опытом взаимно. Сегодня я вам расскажу, как мы будем ухаживать за томатами в рассаднике. Покажи наш рассадник. Продолжать ухаживать за томатами в рассаднике. Я вам все буду рассказывать и показывать подробнее. Кто со мной на канале, те знают, какие я сюда томаты сажала. А кто первый раз зашел, заглянул на мой канал, тому скажу, кратко расскажу. Дело в том, что я эти томаты сажала уже такие угнетенные в эти рассадники. В этих рассадниках я выращиваю рассаду томатов. Потом их продаю. И вот представляете, какая погода. И это же не в стаканчиках, что люди взяли и поставили дома. И они у них достояли, пока они высадят эту рассаду. А они здесь растут в грунте. И поэтому погода ужасная. И они ждали, пока им высаживают на улицу. У кого вообще открытый грунт. Даже не закрывают, не укрывают. И мои томаты перестояли, пока покупатели разобрали рассаду. И остатки раздала родственникам. И я высадила в последний момент сюда их. Они такие были плохие. Некоторые даже выбросила. Но помидоры растут, как вы видите. И даже есть и томаты на них. Но такие большие, конечно, это редко. В основном здесь еще, ну, завязываются только. Ну, у нас и климат такой. Я живу в Восточной Сибири. Резко континентальный. Они у нас и так все время поздновато завязываются, растут. Ну, в общем, а дальше уход такой. Вот эту крышку на рассаднике мы больше не будем закрывать. Потому что, прикрывать, опускать, потому что томаты уже высокие. Они переросли в свои палки. А если высокие мы палки поставим, то, конечно, свой поликарбонат весь мы продырявим. И поэтому мы сейчас вот эти короткие палки уберем. На это место поставим высокие палки, насколько нам хватит. И все попривяжем. Это вот с того ряда, который от меня дальше. Здесь они растут в два ряда. В два ряда. А первый ряд у нас вот здесь, с той стороны, набиты гвоздики. И я их буду, палки эти короткие не буду убирать, а их буду просто подвязывать, тянуть вот так веревочку вверх и подвязывать за гвоздики. Ну-ка, может быть, там даже и видно, где гвоздики. Вот, если вам видно. Вот, и за веревочки я буду заплетать их, ну, тянуть. И вот таким образом будем мы сейчас заниматься этим. Вот к этой перекладине мы прибьем укрывной материал. И он у нас будет на ночь опускаться. Вот такая у нас погода, вот такой у нас климат, что постоянно, чтобы томаты выросли, надо за ними следить. Вот, ну и по ходу действия я вам буду показывать. Так, вот я беру веревочку длинную, и вот так легко можно это сделать. Согнула и сделала петельку. Она легко развязывается, легко завязывается. Вот так. Петелечка. Теперь я эту петелечку беру вот за эту помидорку, за раз один. Вот так продергиваю сюда веревочку, в петельку. Она не сжимает кустик наш. Вот. И все, я вот так вот обвернула маленько и привязала к гвоздику. И причем привязала вот так тоже, не завязывая на узел. Просто сразу вот так бантиком вот туда в петельку засунула. Сейчас, подождите. Такая веревочка-то, конечно, что она... Так, вот. Беру и вот сюда. И вот все, вот так, все на бантик. Потом, надо мне отвязать, я вот так потянула, все, она отвязалась. Вот так, друзья, это очень просто и легко, и удобно. Все. Вот так, друзья, и получилось. Вот у меня здесь три ствола, томатка, зула. Так. И вот они у меня вот так. Вот так буду и заплетать, и заплетать, и заплетать. А этот вот томат, который стоит дальше, там не набьешь гвоздиков на поликарбонат. Мы поставили высокую палку и будем к нему привязывать. И она тоже чуть ли не до потолка палка. И поэтому, когда они дорастут критично к потолку, я их обрежу. Это будет уже август, и у нас такой климат, что их, ну, они у нас в сентябре здесь и расти не будут. Поэтому все будет, я думаю, нормально. Вот так вот у нас получилось. Это вот у нас первый рядок, а это вот второй с палками. Вот сейчас прикроем, прибьем сюда, как я говорила, материал, и я вам покажу дальше. А пока это выглядит так. Друзья, кто со мной на канале, тот уже знает, какие у меня сорта здесь растут. А кто впервые зашел, я мельком пробегусь по сортам. Ну, и напомню своим подписчикам. Вот здесь Фиделио одна. Потом Любимый праздник одна. Золотые купола, две, два растения. Так, Чудо земли, два растения. И я смотрю, что Чудо земли вроде как бы и не плоские. Вообще-то Чудо земли украинские говорят, что они такие сердцевидные. А эти плоские. Но они вот только стали завязывать ягодки. Все томаты у меня еще только завязывают плоды. Поэтому ничего, показывать здесь особо нечего. Так, индийское мясо одна. Там Сэнсэ одна. Ну, у Сэнсэ там есть помидорки и даже большая одна. Вот Король Королей одна. У нее есть томатики. Так, индийское мясо еще одна. Беркли Тайдай две. В другом рассаднике покажу. Козула две. Две, два растения. Козулы. Далее у меня идет золотые купола. Две. Сибирский тигр розовый. Две. Ну, начинает только. Ну, это все. Все за всем показывать нечего. Две. Большая малина. Большая малина. Две, два томата. Ну, большая малина. Есть большая малина. Правда, внизу только одна помидорка. Здесь две больших помидорки. Но все у меня поздно. Восхитительная ханда. Ханта две штуки. Ну, тоже он только завязывает. Две. Розовые щечки. Вот здесь одна. И медовый спас. Одна. В третьем рассаднике. В третьем рассаднике мы здесь еще их... Ну, не ставили палки, не подвязывали. Сейчас займемся. Здесь надо. Две. Гигант Бельгии. Два растения. Так, черное сердце. Рыхмарда. Одно растение. Одно пока сажала, поломала. Вот японку подсадила. Одна японка. Так. Золото Востока. Две. Здесь у меня... Здесь у меня... Сердце Ашхабада. Две тоже. Он там тоже начал вязать понемножку плодики. И вот здесь вот две японки еще. Тоже начали помаленьку вязать. Но это очень-очень бедно. То есть поздно. Бедно-то еще рано говорить. Японка всегда родит. Ну, вот такие вот, друзья, у нас дела. Здесь вот у нас в открытом грунте тоже под укрывным материалом. Они как бы не сильно высокие растут. Вот с этого края они точно не высокие растут. Ну, последние вот у меня пять. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Здесь даже малахитовая шкатулка есть. Она там начала тоже вроде помаленьку вязать. Любимый праздник. Большая малина тоже, кстати. Два растения. Это я к чему говорю. Геракл и Бердский крупный. Если они дорастут выше вот этой нашей загородки, так, тоннеля, выше каркаса, то я буду привязывать вот за эту середку. Я так делала. С этой стороны туда напускаю, а с другой стороны сюда направляю. И все нормально. И подвязываю. Вот так, друзья, сделали мы уже свои рассадники. Вот таким укрывным материалом все закрыли. Я сейчас вам на примере одного рассадника покажу, как он выглядит закрытый. Вот. Это второй вот рассадник или первый, как его называть, неважно. Вот он так выглядит. Прямо все-все-все-все так плотненько закрыто. Сейчас, конечно, жара. Я его открою, но это вам показываю. По бокам вот такие прищепочки. Они так держат плотно, хорошо. Прямо никакой ветер нам не помешает. Не сдует их. Вот такие прищепочки. Вдалеке вот там. Третий рассадник тоже, который мы сделали. Сделали. Вот три у нас рассадника. Ну, теперь нам не страшны ни холода, ни холодная ночь, ничего. Только ничего-то не растет. Никаких томатов еще мы не видели. Ну, думаю, что вырастут. Ну, у нас так каждый год бывает. И нарастают хорошие помидоры. Вот так, друзья. Сегодня жарко. 26 градусов в тени. Мы не привыкли к такой погоде. И нам не угоди, что нам холодно, то нам жарко. Друзья, оставайтесь со мной на канале. А кто не подписался, подписывайтесь. Я вам буду все-все показывать подробно. До свидания. С вами была Наталья.